Чемпионат города по футболу проходит в Сарове. Помимо саровских игроков, за звание лучших соревнуются и гости из Елизарева. На очередном матче встретились команды «Авангард» и «Чайка-вымпел». Первый тайм матча чемпионата города по футболу начался неожиданно для команды «Авангард». На первой минуте к ним в ворота сразу полетел мяч от соперника «Чайка-вымпел». В состоянии растерянности команда была недолго. Собралась и вернулась в игру. «Авангард» забил ответный гол противнику, а потом вырвался в лидеры. Первый тайм закончился со счетом 3-2. Старое дерби Саровское. Саровское Дер-классики. Соперника знаем давно, всех игроков знаем давно в разных командах. Играем вместе, поэтому интересно играть каждый раз. Каждый раз ищем чем удивить друг друга, потому что уже многие ходы известны. Но посмотрим, чем завершится эта игра. Мы настроены только на победу в чемпионате. Все исправим. Начнем сегодняшние игры. А в целом по чемпионату жалко, что не очень много команд. Хотелось бы больше. Верим, что в следующем году так и будет. Для команды «Авангард» это пока вторая игра. Первую они проиграли со счетом 1-2 команде «Икара». «Чайке-вымпел» тоже не повезло в первом туре. Команда отдала лидерство старту. На второй тур футбольная команда «Чайка-вымпел» настроена решительно и по-боевому. Что касается игры, то началось все, конечно, у нас очень удачно. Ошибка соперника привела к первому нашему мячу в сезоне. В целом первый тайм прошел достаточно интересно. С обилием мячей. Нам, тренерскому штабу, у меня есть помощники, естественно. Нам, в принципе, понравилось. Сделали мы коррективы в перерыве. Надеюсь, что второй тайм также будет интересно. Что касается чемпионата, сегодня только второй тур. В первом, к сожалению, мы выступили неудачно. Но, я думаю, по ходу сезона будем набирать и постараемся выступить успешно. Вырвавшись вперед в первом тайме, команда «Авангарда» и дальше сохранила лидерскую позицию. Противнику в ворота прилетело еще два гола. Итоговый счет матча – 5-2. В чемпионате города по футболу, помимо саровских игроков, за звание лучших соревнуются и гости из Елизарева. В первом круге запланировано пять туров по шести игр. За расписанием матчей следите в группе «Федерация футбола города Саров» ВКонтакте. Летний сезон чемпионата продлится до конца сентября. Кто спортом занимается, тот силы набирается. В детском саду номер один прошла неделя спорта. Она проводится раз в 3-4 месяца и направлена на улучшение физических и умственных способностей детей с особенностями развития. Воспитанники вместе с педагогами поучаствовали в различных играх для развития скорости, координации и моторики. В детском саду номер один завершилась летняя неделя спорта. На протяжении пяти дней дети вместе с воспитателями проводили игры с водой, мечом, обручем и скакалкой. А финалом стала игровая программа нейроигры. В детском саду воспитываются дети с особенностями речи, зрения и психики. Поэтому для них такие оздоровительные и развивающие мероприятия особенно важны. Вообще-то у нас детский садик, он является инновационной площадкой на кафедре здоровья и сбережения НИРО. И мы каждый свой сезон проводим эту неделю здоровья. Это для детей очень трудновато, конечно. Из-за этого мы их обучаем, они начинают думать. Игры направлены на умственное и физическое развитие воспитанников. У детей с особенностями здоровья даже простые задания могут вызвать трудности. Поэтому воспитатели с помощью игр и несложных физических упражнений учат их управлять своим телом и координировать действия. Дети учатся прыгать через скакалки. Конечно, не всем это удается, но основная часть уже у нас научилась. Крутят обручи. В соответствующий возраст кто-то просто прокатывает, кто-то просто крутит. На руке, кто на шее, на ноге прыгают через обручи. То есть вот идет физическое развитие, которое пригодится и в школе. В неделе спорта участвуют все группы воспитанников. Педагоги меняют задания в зависимости от навыков и возраста детей, но при этом соблюдают общую тематику. Так, день нейроигр включал в себя командные эстафеты, игры на координацию, работу в паре и развитие мышления, которые понравились всем юным участникам. Они на перегонки эстафетами играют. Затем уже будут у нас прыжки. То есть прыгает, бросает в паре. Прыгает, бросает. Все игры понравились. Мне тоже игры. Все, все игры понравились. Кроме индивидуальной и групповой работы с детьми, педагоги детского сада регулярно проводят мероприятия с участием родителей-воспитанников. Также на территории сада постоянно появляются новые игровые и развивающие объекты. Рукоход, детский огород, небольшая метеостанция и птичья столовая. Все они получают положительные отзывы как родителей-воспитанников, так и руководителей областной системы дошкольного образования. Занятия на улице – отличный вариант на летний период. Для детей такая физическая активность принесет не только много положительных эмоций, но и большую пользу для здоровья. Упражнения на улице отличаются разнообразием. Подробнее об этом рассказал специалист Центра спортивной подготовки. Лето – это отличное время для занятий на свежем воздухе. Занятия на спортивной площадке, упражнения на турниках, бег в парке. Многогранность тренировочного процесса не даст заскучать. В теплое время года улучшаются условия для развития двигательной активности. В подборе упражнений для детей необходимо соблюдать постепенность, последовательность, индивидуальный подход, страховку и помощь в необходимых случаях. Самый простой и эффективный вид тренировок для детей на улице – это подвижные игры или игровые упражнения. Они укрепляют мышцы, развивают выносливость и координацию. Групповые подвижные игры помогают в социализации, развивают эмпатию, учат общаться внутри команды и заводить друзей. Подобная активность развивает мозг. Ребенок стремится быстро оценивать ситуацию и принимать решения. Планировать, придерживаться определенных акций. Прыжки и прыжковые упражнения отлично укрепляют тело. Их можно выполнять во множестве вариаций – через скакалку, запрыгивание и спрыгивание на разной поверхности или лестнице, на двух ногах или на одной. Одни и те же упражнения могут быть выполнены в огромном количестве вариантов. Изменение привычных условий дает возможность варьировать движение. Например, ходьба или бег по узкой или извилистой дорожке, между деревьев, по песку, с курки на горку. Уличные спортивные комплексы становятся все более и более популярным выбором для активного времяпривождения детей. Эти комплексы предлагают разнообразные игровые элементы и тренажеры, специально разработанные для физического и социального развития детей. Разнообразие составных элементов игрового комплекса позволяет выполнять упражнения на все группы мышц, обеспечивая достаточную физическую нагрузку и правильное развитие позвоночника. Во время постоянных занятий на комплексе повышается выносливость ребенка, укрепляется иммунитет, прорабатывается мышечный корсет и активно работает вестибулярный аппарат. Во время игры дети налаживают коммуникацию со сверстниками, придумывают новые упражнения, весело проводят время с пользой для здоровья. Все это способствует развитию личностных качеств ребенка. Проект «Инклюзивная школа здорового образа жизни «Баланс»» выиграл в конкурсе фонда президентских грантов. Теперь в Сарове будет такое пространство для детей и молодежи с ОВЗ-инвалидностью, где они смогут приобщиться к здоровому образу жизни. Ребята будут не только изучать, каким образом организуется процесс приготовления тех или иных блюд, согласно правилам правильного питания, но и будут заниматься спортом. В рамках проекта будут проводиться занятия в тренажерном зале, занятия по корригирующей гимнастике с профессиональными тренерами, у которых есть специализированное образование по адаптивной физической культуре. Участники будут играть и в адаптивные настольные спортивные игры. В рамках проекта пройдет семинар для специалистов, работающих с детьми и молодежью с ОВЗ-инвалидностью. В город приедут психологи из Ростовской области, Нижнего Новгорода, которые расскажут о новых тенденциях, современных технологиях в работе. Также пройдет большой онлайн-конкурс по кулинарии для участников из Нижегородской области. Проект «Инклюзивная школа здорового образа жизни «Баланс»» вырос из кулинарных мастер-классов участников клуба «Лотос» с Татьяной Прониной, которая учила ребят готовить различные простые и полезные блюда. С 2021 года мы сотрудничаем с Татьяной Прониной. Вообще это замечательный, великолепный человек, который сама предложила нам сотрудничать. То есть она полностью организовала весь процесс приготовления блюд за свой счет. Абсолютно для участников клуба «Лотос» это было бесплатно. И мы с ней сотрудничали на протяжении последних трех лет. Мы выиграли тоже с ней региональный грант у нас был «Инклюзивная кухня про вкус». В рамках проекта издали каталог рецептов тех блюд, которые ребята готовили. В новом проекте участники продолжат сотрудничать с Татьяной Прониной. Сейчас для занятий предстоит закупить необходимое оборудование – инвентарь, специальную форму, фартуки и колпаки. Также в проекте будут проходить семейные пятницы. Участники проекта готовят вместе со своими родителями. Это мы сделали для того, чтобы у родителей была возможность убедиться в том, что дети у них очень самостоятельные. И опять же, процесс приготовления в таком семейном кругу, он всегда сближает, как отношения, например, налаживаются и улучшаются, как внутри одной семьи, так и, например, происходит сближение еще с другими семьями. Для участников пройдет цикл психологических тренингов, направленных на снятие психоэмоционального напряжения. Ключевым событием проекта станет городской инклюзивный фестиваль здорового образа жизни. Все занятия стартуют с сентября. Присоединиться к ним еще можно. Для записи звоните по телефону 99-112. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА